В домах жителей на Шкодовой горе до сих пор нет тепла. Предупредительную акцию с перекрытием дороги протестующие продолжают до сих пор. Жители Шкодовой горы, которые требуют дать тепло в их дома, уже пятые сутки продолжают свой протест. За это время люди здесь организовали настоящий блокпост с круглосуточным дежурством. В обе стороны протестующие не пропускают транспорт, исключение экстренных служб и маршруток. Такой режим люди обещают сохранить, как минимум до понедельника. С каждым днем противостояние между протестующими и водителями только нарастает. И ночь – опасная пора для острых диалогов. Ночью мы остаемся буквально сами. Сами воюем с дальнобойщиками, сами воюем с агрессивными водителями, которые не понимают нас. Я еще раз говорю, мы приносим всем одесситам, всем, кому мы доставляем неудобства, и не только одесситам. У нас это крик души, это последнее все, что мы можем сделать. За почти неделю протеста нервы у всех на пределе и без эксцессов не обходятся. Участник протеста сегодня пострадал в результате наезда авто. Человек на болгарских или на каких-то номерах не послушал нас. Начал выезжать на пешеходный переход и сбил. Ну, скажем так, БНГ осталось у него под машиной. Вот, слава богу, я думаю, не знаю, может, ушей там. Я в больницу пока не обращался. Свою забастовку люди готовы продолжить как минимум до понедельника. Именно тогда, по информации СОБЛ госадминистрации, вопрос решится в Киеве. Люди ожидают решения Кабмина, которое позволит фонду госимущества, в собственности которого находится одесский НПЗ, подавать тепло в дома жителей Шкодовой горы. Продолжение следует...